Всем доброе утро из Прованса! У нас сегодня рисовая каша. Я ее приготовила на воде. Все каши я готовлю на воде. И если это немного сладкая каша, например, с корицей, то я добавляю затем растительное молоко. Сегодня рисовая каша на воде. И затем я добавила ореховое масло. Очень вкусно также добавлять масло проростков пшеницы. Я его вам показывала в одном из обзоров. Но сейчас еще раз покажу. И здесь у меня зелень с авокадо и с сушеным базиликом. Свежего базилика у меня не было. Очень жаль, со свежим будет еще вкуснее. И гималайская соль. Давайте я вам покажу масло проростков пшеницы, которое очень богато витамином Е. Вот такое масло. У нас оно продается в биомагазине. И называется по-французски «Жерм дубле». Проростки пшеницы. Очень советую прикупить и употреблять. Хранить обязательно в холодильнике. Вчера, когда снимала видео, рассказывала новости из Франции. Меня спросили, Лена, каким тональным кремом ты пользуешься? Девочки, я вчера попробовала вот этот эшантийон по-французски. Это пробник. Мне давали его в биомагазине от доктор Аушка. И знаете, мне этот пробник очень понравился. Единственное, здесь номер 4, это Нуазет, лесной орех по-французски, если перевести, то он немного для меня темноватый. Сейчас нормально, когда лицо загорелое, но потом он будет темноватый. Я пойду в биомагазин и посмотрю цены на эти тональные основы. Их, я думаю, можно использовать зимой, потому что у них нет совершенно защиты от солнца. Но вот это будет проблема, потому что в Провансе нужно, чтобы была защита минимум 30 зимой тоже, потому что солнце. Или нужно будет... Ну, видите, я такой человек, можно так сказать. Я все продумываю. Если купить вот этот доктора Аушка, он достаточно дорогой, то нужно еще и будет и крем с защитой какой-то покупать. Мне нравится, когда все в одном, и тогда и темна интересная, и не нужно заморачиваться, два крема наносить. Но, в принципе, мне понравилось. Я сейчас покажу свое лицо поближе. Единственное, мои хорошие, что может быть темноватым, темноватый тон. Но в следующий раз я возьму свой тон, потому что все-таки загар, он уйдет. Я не знаю, мои дорогие, сейчас телефон передаст или не передаст. Видите, какая я загорелая. И поэтому, вот я никогда не думала, там, шестерка, я вам сказала, да, что мне подойдет шестерочка сейчас. Но, мне кажется, чуть-чуть серого... На шею я не наносила, чтобы вы видели разницу. Но, может быть, если нанести на шею, то будет нормально. Вот, напишите в комментариях. И, конечно, пигментные пятна он не перекроет. Зато, знаете, у него такая консистенция какая-то бархатная, не липкая. Вот тот, что я купила в аптеке, все равно он какой-то... Он мне нравится, но он липковатый. А вот, а этот прям такой... Ну, впитывает очень хорошо. И лицо такое гладенькое, бархатное. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то любимые тональные основы, то напишите в комментариях, что вам нравится. Посоветуйте мне, потому что у меня все заканчивается. Вот уже пробники пошли в пользование. И поэтому... Ну, еще есть у меня там на месяц примерно. Но потом мне нужно будет что-то покупать. Поэтому пишите, как вы думаете. А вот, что я хотела еще сказать. Александр у нас сегодня уехал в университет. Ему надо было там разобраться с его дипломом. Потому что во Франции это что-то... Август это такое затишье. Я думаю, что во многих странах. И вообще он ждет своего этого диплома. Что он доктор. И уже звонил несколько раз. Ему сказали, в августе не беспокойтесь. Но сейчас вроде он сбросил смс-ку, что он там решает. И потом у него сразу же рандеву с одним журналистом. Я не знаю, как оно сейчас проходит, пройдет. Потом вам расскажу. Какой-то журналист из какого-то журнала хотел взять у него рандеву. Поэтому Александр у нас сегодня занят. Он взял два дня, чтобы... Один день, чтобы съездить в университет. И второй день завтра же рантре. То есть у нас первое сентября. А, кстати, с первым сентябрем моим хорошие. Я уже все по-французски уже живу. У нас же в колледже идут второго сентября. Я вас всех поздравляю с новым учебным годом. Я уже подравила в предыдущем видео. Пусть этот учебный год будет для всех очень продуктивный, интересный. И чтобы всем он принес только положительные эмоции и новые знания и родителям, и деткам. Поздравляю всей души, вспоминая Россию. Всегда вспоминая, как мы шились цветами. Во Франции, конечно, этого ничего нет. Цветы здесь не дарят, не наряжаются. Никакого звонка на первого сентября нет, ничего нет, ни линейки нет. А я вспоминаю, что у нас-то было, и мы очень-очень любили. Традиции совершенно разные. Просто даже вот в колледж уже и родители не пускают. Дети просто заходят, им объявляют, в какой они класс попали. Мы этого ничего не знаем, потому что в колледже даже списки не вывешивают. Это в школе можно подойти и узнать во Франции. А мы все узнаем только завтра после обеда, когда Владислав вернется со школы. Тут разъединяют детей каждый год. То есть, если ты был со своими друзьями, ты на следующий год попадешь, скорее всего, в другой класс. Это такая французская, можно так сказать, традиция. Нужно мне вам рассказывать о французах снова. Давайте вы мне под этим видео назадаете вопросов про французов. А я возобновлю рублику. Эти странные, но интересные французы. Жизнь во Франции. Чем мы отличаемся от французов? Вот сегодня это отличие 1 сентября. Здесь 1 сентября не привязана к дате 1. Я сегодня это объясняла Александру. А здесь французы идут, вот как крышат, или 4-го, или 2-го. Каждый год это все разное. И, конечно же, то, что нету никакого праздника. В принципе, нету никакого праздника. Здесь очень мало таких событий каких-то, какие есть в школе и в колледже в России. Но про это мы поговорим в другой раз. И вот завтра Владислав нам все расскажет. Сейчас мы пойдем собирать. То есть он уже сам собирает. Это я уже тут приврала, можно так сказать. Я просто ему, ты собрал рюкзак, ты собрал рюкзак. Он говорит, да, мам, я ж уж большой, я ж большой. Ладно, мои хорошие, пойду я заниматься своими делами. Мы с Александром вечером прогуливаемся, потому что вечером чуть-чуть попрохладнее. Бонжур, месье. Бонжур. Сова? Сова. Сова-сова. И смотрите, шо дма, он говорит, шо дма, это жарковато. Шо дма. И смотрите, лаванда цветет. Мне написали, по несколько раз она цветет, по три раза. И вот белая лаванда зацвела. Красота. Вот, я нашла вам белую лаванду с Александром. Классно? Вот. Пока я поближе его поднесу. Вот это. И это. Беленькая. Ладно, мы уже будем подниматься домой. Огулялись. Угу. 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 И вот, смотрите, арбузье. Уже почти зрелые. Помните историю, как я их наелась, как мне плохо было. Я их неправильно ела. Во Франции нужно было серединку есть только. А я ела вместе с кожей. И потом мне было плохо. Вот. На всю жизнь. Больше я их не ем. Но они еще зеленые. И потом будет все красиво. Красиво и красиво. Вот здесь уже спеют на маленьких. Но в этом году они какие-то корявенькие. Мы вернулись с Александра домой. И уже время ужина. Я сегодня заморачиваться не буду. Приготовлю нюки. Вот этой марки мы покупаем. Люстюкрю. Она самая популярная во Франции. И готовится всего 2 минуты. У меня Александр и Владислав по-русски галушки обожают. Потом с оливковым маслом, с поспециями. И у меня еще остались овощи. Овощи всегда у меня есть. Готовые салатик сделаем. Готовые овощи. И кто с чем. Поэтому вы говорите, Леяна, ты много готовишь, заморачиваешься. Не, не всегда. Не всегда заморачиваюсь. Позволяю себя иногда расслабиться. Так что быстро отвариваем галушки. Любите галушки? Как вы их готовите? Напишите в комментариях. Кстати, у нас в Сибири был суп из галушек. Я даже и не помню, как его готовить. А Владу бы, наверное, понравилось. Ой, напишите мне рецепт. Суп из галушек. Будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok. А он говорит, я сегодня в школу иду. Мне 1 сентября. 1 сентября. 2 сентября. 2 сентября. В Франции же 2. 2 сентября. Идя, да. Субтитры сделал DimaTorzok. А он говорит, видите. Рюкзак приготовил, водичко. Александр идет в школу снова учиться. Весь беленький, красивенький. Он говорит, мне только надо Влада оставить. А Владислав где-то. Красавчик. Он залегает. Влад, ты доволен? Он говорит, нет. Спать. Вот вы спали же, спали. Видите, какая длиннота. Я говорю, 2 месяца с половиной не хватит тебе. Он говорит, нет, Влад, ладно, простите. Взевает, что мы приготовили. У нас сегодня только до обеда. И потом они там, у них выход с друзьями. Так, маски нужно не забыть теперь. Вот, смотрите. Все готово. Гель для рук. Маски. А потом все вам расскажет. Все, они поехали. Андрюс? Не хочу. Не хочу. Я нашел решение. Нужно убрать вообще каникулы. Тогда они не будут у них стресса. Тогда у них всегда будет одинаково настроение. Они продолжают в темпераменте. Ага, ибо, ибо. И он будет уничтожить стресс. Вы понимаете, как это будет стресс? Да. Интеллижентно. А, это не так, да? Он говорит, да, я умный такой. Такой умный. Не хочу. Не хочу, Шери. Не хочу? Не хочу. Не хочу. Влад, Илья Динь, не хочу. А, я его не позже. А он говорит, я все равно его оставлю там. Вот так. Продолжение следует.